Великий Новгород сегодня посетил велопутешественник Александр Луконин. Его маршрут из Самарской области в Санкт-Петербург в честь 100-летнего юбилея Октябрьской революции. А сверхзадача найти помощь в реставрации памятника знаменитому Чапаеву у себя на родине. Александр уже перестал считать, со сколькими людьми он поговорил в пути. Помимо журналистов, которые встречают его на каждой точке маршрута, он проложен из Самары в Санкт-Петербург, неизменные слушатели простые нижегородцы, ульяновцы, ярославцы. Этот велопробег он приурочил к 100-летию гражданской войны и революции. Соответственно, едет через те места, где проходили тогда кровопролитные сражения, чтобы их изучить. И в каждом живая реакция и участие людей. Разные мнения, но не безразличия. Глобальная цель какая? Глобальная моя цель к 100-летию русской революции достичь Санкт-Петербурга и попробовать заручиться поддержкой каких-либо влиятельных деятелей культуры по спасению не являющегося объектом культурного наследия памятника Василия Ивановича Чапаева в нашем родном городе Чапаевске. Памятнику, как выражается велопутешественник, нужна глубокая и вдумчивая реставрация. Единственное, чего удалось добиться от саратовской власти, Чапаева покрасили. А душа за монумент болит у многих горожан. В небольшом населенном пункте Чапаевске в те годы произошли массовые расстрелы. Погибло больше двух тысяч людей. Изменять и переформатировать историю такого небольшого городка невозможно просто на какие-то другие мотивы. Да, действительно, он был образован до революции. Но кровавые события революционные, они перевернули отношение горожан к революционным событиям. И сейчас уже вытравить из памяти это очень тяжело. Знамя, которое везет Александр, собственного дизайна, символически изображает противоборствующие стороны и карту боевых действий. В Великом Новгороде, как историк-краевед, он надеется разузнать, как первые отряды Красной Гвардии противостояли немецким интервентам во времена Первой мировой, когда войска немцев продолжали наступление на Ригу и Новгород. Впереди Санкт-Петербург и обратный путь через Южный фронт гражданской войны. И только в ноябре, к юбилею революции, путешественник-энтузиаст планирует вернуться домой. Наталья Савицкая, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение.